Генеральный партнер программы Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни православной церкви на Рязанской земле. В Дашково-Песочне, где возводится большой храмовый комплекс в честь покровителя нашего города, святителя Василия Рязанского, начались подготовительные строительные работы основной церкви. Планируется, что она будет иметь размеры более тысячи квадратных метров, а высота ее составит 55 метров. На этой неделе на месте будущего храма был вырыт котлован. Под фундамент и совсем скоро будет залита нижняя плита. Кстати, интересный факт. В храме будет второй нижний предел в честь иконы Богородицы, которая именуется Муромской. Образ в числе главных святой Рязани, именно с ним в руках на своей мантии, чудесным образом по водам реки Аки на нашу землю, прибыл сам святитель Василий Рязанский. Улица Васильевская-1 – это адрес прихода. Именуется она так в память о великом покровителе всей Рязани и по решению местных властей, что особенно радует и прихожан, и духовенство. Так исторически сложилось, что храма в честь этого дивного угодника Божьего в нашем городе не было и нет. По крайней мере, информация, опровергающая это, отсутствует. Сегодня в наше время жители Рязани получили возможность исправить положение. Установив историческую справедливость и общими усилиями, всем миром, всем народом потрудиться в деле возведения Дома Божьего, который при освящении будет именоваться приходом святителя Василия Рязанского. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в строительстве. Также хочу поблагодарить фонд святителя Василия Рязанского, который постоянно оказывает помощь в строительстве нашего храма. И всех, 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 кто участвует, потому что от бабушек до директоров, до всех, все общим делом начали сборное строительство храма на арматуру. Для основания фундамента усилиями простых людей было собрано 130 тонн арматуры, а залить планируется более 1200 кубов бетона. Цифры существенные, ведь эта церковь должна получиться не только вместительной, но стать архитектурной достопримечательностью города. Надо сказать, что автором проекта является главный епархиальный архитектор, священник Константин Камышанов. Рязанцам его работы хорошо знакомы. Запроектировал храм Александра Невского, всех святых, на Семашке, все царицы, царственных мучеников на Московском, Иоанна Кронштадтского, которого святейший патриарх освящал. То есть, ну, и сколько по области его храмов. Вот, но этот самый основной, и очень рад, что он в священном сане, его в это. Работы по проектированию начались раньше, за Благоверным, до еще до проектирования Иоанна Кронштадтского храма. Но когда уже отец и стал священником, он более как-то вот тщательно отнесся к этому делу. И основатель, хочу его от всей души поблагодарить. Строительство только в самом начале пути. Духовенство, прихожан, всех, кто старается оказывать храму поддержку, впереди ожидает еще очень много работы. Каждому придется потрудиться в этом благом и богоугодном, а главное – нужном деле. Приход никогда не откажется от помощи. Абсолютно каждый житель Рязани имеет возможность молитвой или своими силами поддержать возведение храма в честь святителя Василия. Ведь путь к этому был очень долгим и сложным – более десяти лет. Первоначально земельный участок был выделен для строительства подворья свято-Никола-Чернеевского мужского монастыря. Но по решению Епархиального совета оно было преобразовано в самостоятельный приход. Место под строительство было выбрано быстро на возвышенности. Проголосовав практически единогласно, Горсовет выделил целый гектар земли. Главное желание прихожан заключалось в перекликании образов главного храма комплекса в честь святителя Василия с Успенским собором Кремля – местом, где покоятся мощи Великого Святого. 13 мая в Зале камерной музыки Рязанской областной филармонии состоялся большой совместный концерт хора священнослужителей Рязанской епархии и хора Пороскевы Пятницы. Выступление коллективов было организовано по благословению митрополита Рязанского и Михайловского Вениамина, а приурочено к 70-летию Великой Победы. Концерт под названием «Я вернусь, мама» собрал большое число желающих услышать духовные произведения и песни военных лет в исполнении двух замечательных хоровых коллективов Рязани. Христос воскресенье измертный, смерть и смерть поправ, смерть и смерть поправ, и сущим во гробе живо даром нам. Первое отделение было полностью отдано хору священнослужителей Рязанской епархии. Надо сказать, что этот молодой коллектив по своему существованию, он был организован чуть больше года назад, уже заслужил большую любовь рязанской публики. В состав хора входят батюшки епархиальных приходов, и поэтому многие прихожане знают их лично и всегда с удовольствием приходят на концерты. «Вы знаете прекрасно, что у нас есть такой замечательный протерей Михаил Виноградов. Я говорю «есть», потому что после того, что я испытала в праздник 9 мая, какое это было, действительно все встали смертью, смерть поправ. И я вам могу сказать сейчас абсолютно точно, что я чувствую помощь отца Михаила Виноградова. Сколько мы фестивалей провели? Уже 10. И вы знаете, мы решили в этом году просто отметить день, когда празднуется его 12 февраля, именно день в день, что у нас никогда не получалось. И образовался у нас в Рязани хор священников, которым руководит и регентует отец Георгий Галахов. И мы, хор Пороскевы Пятницы, который стоял у истоков этого события, мы собрались в камерном зале, дали концерт из двух отделений. Народу было негде яблочко упасть, люди плакали. И я поняла так, что нам не хватает всем объединяться. Творческий такой контакт уже давно установился с хором Пороскевы Пятницы. Ну, просто мы друг друга знаем хорошо. И поэтому мы решили, мы же проводим фестивали, и решили вместе организовать такой концерт. Это было 12 февраля. Этот опыт оказался удачным. Всем понравилось. В том числе, зрителей пришло очень много. И все как-то, в общем, захотели еще раз услышать именно в таком составе что-то еще. И поэтому мы в память, тем более, победы, 73-е победы, решили еще такой концерт сделать из военных песен. Как раз вот репертуар такой вот мы специально готовили к этому концерту, подготовили вот такой концерт. Интересный. Тоже, судя по откликам, то зрителю понравилось. Основными задачами концерта является сохранение православной традиции, русского духовного хорового пения, а также приобщение молодежи к русской православной культуре. На концерте была представлена стилистически и композиционно очень разнообразная музыка. От аскетически простых композиций до чрезвычайно сложных для исполнения и непростых для понимания. Сдержанная стилистика, минимализм изобразительных средств древних распевов или причудливое переплетение голосов русского барокко, при этом делают музыку столь же эмоционально доступной, как и обыденное богослужебное пение. Тысячелетняя традиция предстает переслушателями не раритетами ушедшей от нас истории, а живым и растущим древом православного вокального искусства. ПЕСНЯ Получился настоящий музыкальный праздник для всех участников концерта. Во втором отделении сцена была передана хору Проскевой Пятницы, который радует своими голосами рязанцев уже 15 лет. За это время он сумел завоевать сердца многих людей. В репертуаре женского хора русская православная музыка разных эпох, знаменный распев, служебная церковная музыка, современные православные произведения. Участниками хора в основном являются студентки Рязанского музыкального училища и Рязанского государственного университета. Четыре года здесь получила очень много для меня, просто вещей, которых я бы не смогла нигде получить. Научилась читать с листа, научилась познакомилась с многими композиторами, с многими композициями, с напениями. Меня эта школа Проскевой Пятницы научила очень многому. Школу жизни я прошла в этом хоре. Для меня это, конечно, событие очень большое, и очень трудно расставаться с ним, с этим хором. Своем песеней пусть нам подпоет Святой воевай капитан, Прощай, любимый город, Уходим завтра в море, И ранней порой мелькнется кормой Знакомый плоток голубой Прощай, любимый город, Прощай, любимый город, Уходим завтра в море, И ранней порой мелькнется кормой Знакомый плоток голубой Концерт под названием «Я вернусь, мама» был посвящен 70-летию Великой Победы. День 9 мая 1945 года знает весь мир. Наша страна шла к этому дню 4 года. Это 1418 дней и ночей, 34 тысячи часов и 27 миллионов погибших людей. Если по каждому из них объявить минуту молчания, страна будет молчать 32 года. Мне много лет, но, пожалуй, первый раз у меня было такое состояние. «Я частица того, что мы сейчас все с вами живы, разговариваем, что мы можем петь, танцевать, что мы можем молитвы читать, что мы можем Бога славить». Не случайно его называли пасхальной радостью. Ведь вы помните, что День Победы в 1945 году пришелся на Пасху, на День Георгия Победоносца VI. Это попозже уже были подписаны все документы. Это сейчас есть Народная Пасха. Они до сей поры с времен тех дальних Летят и отдают нам голоса «Не потому, как часто и печально, мы замолкаем, глядя в небеса». С каждым днем тех, кто пережил эти страшные годы войны, становится все меньше и меньше. Именно им, людям, защищавшим наше Отечество, сражавшимся с врагом ради нашего будущего, концерт и был посвящен, чтобы память о прошлом жила всегда – трогательные и проникновенные слова песен. Эмоции зажгли искру в душе каждого зрителя, и хочется верить, что эта искра памяти не потухнет никогда, и подвиг русского народа не будет забыт». 14 мая в зале Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина прошел концерт известного автора и исполнителя православных песен, музыки и поэзии Валерия Малышева. Каждая его песня имеет свою предысторию, которой автор делится с публикой. Духовное богатство композиции, соединенное с искренней верой православного христианина, профессионализм исполнителя невольно заставляет полюбить творчество этого автора. «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть убрал, Исущим по гробе жилом дорогам. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть убрал, Исущим по гробе жилом дорогам». Музыкой занимаюсь очень давно, с пятого класса общей образовательной школы. У меня была первая любовь, неразделенная, в городе Бердянске. Она ходила в музыкальную школу по классу фортепиано. Я для того, чтобы ее... Я вообще не думал даже заниматься музыкой как-то. Я все время стремился стать летчиком-истребителем. Но для того, чтобы видеть ее чаще, я записался в музыкальную школу, там, где уже первоклассники только начинали учиться. И каким-то образом, ну, видно, был промысел божий. Потому что окончил я экстерно музыкальную школу, начал играть на свадьбах, на танцах, в ресторанах. Потом поступил в летное училище, там ансамбль организовал. Затем, когда уже из воинской службы ушел на гражданку, то и там играл, и по ресторанам. Но не придавал никогда этому особого значения. То есть это никогда не было средством моего бытия. То есть я всегда стремился к каким-то серьезным профессиям, окончил юридический факультет еще. Я всегда олицетворял себя с серьезной мужской профессией какой-то, с серьезной. Оказалось, что божий промысел совсем другой. И что вот эта стезя музыкальная, она мне дана была сразу изначально, с самого начала, с детства. Притом это так легко мне давалось. Я сам удивлялся, как это все происходит. Никогда не знал нот. Все играл на слух. Играл сразу с первого же раза. То есть пальцы сами бегали. Техника была у меня очень хорошая. Я провел 10 лет в шоу-бизнесе, думая, что это и есть предел моих мечтаний. И это стало основной моей работой. Но, милостью Божией, в 2006 году, ровно через 10 лет, по молитве Матушки Алипии, нашей Голосеевской Блаженной Старицы Еродивой, Господь привел меня в анестезию православного творчества. Но не сразу. Я сначала из попсы перешел в шансон. И потом, милостью Божией, Господь меня уже привел в анестезию православного творчества. И я этому очень рад. Божией, Господь, Матерь, Света, любви и дара, Ты, надежда моя, Божией, И чудес прозрений в анат. Конечно же, использую военно-патриотическую тематику. Это мне очень близко, дорого. Тем более, я нахожусь в городе, где находится училище ВДВ. Ну, знаете, это легендарный род войск. Я мечтал еще маленьким мальчиком стать десантником. Но потом моей мечтой, я просто в летном городке военном жил. Видел самолеты истребителей. Как-то в пятом классе уже принял решение стать летчиком истребителем. Каковым и стал в свое время. Но мне очень приятно, что я нахожусь в городе, где куются кадры войск дяди Васи, которые, знаете, первыми грудью всегда все встречали, принимали. Мне очень приятно. Александр встретил меня пробками. Я обратил внимание, что город старинный. Вот я подъехал к храму святых старсотепцев, князей благоверных Бориса и Глеба, и увидел, что храм древний, старинный, благодатный, веет историей, веет веками. К сожалению, я въехал, и сразу же пришлось работать, поэтому я увидел только пробки пока. Но в пробках я увидел открытые, чистые, добрые лица рязанцев, которые привыкли к ним уже. А нам с трассы съехавшим не очень еще пока. Поэтому нужно привыкнуть. Но город, я вижу, старинный, город древний. Поэтому я уверен в том, что здесь есть на что посмотреть. Продолжение следует... Продолжение следует... Валерия Малышева по окончании архиерейского богослужения у стен Бориса Глебского собора в день престольного торжества храма в честь святых братьев Бориса и Глеба. 15 мая Православная Церковь вспоминала перенесение их святых мощей. Надо сказать, что это первые святые, канонизированные Русской Православной Церковью. Они особо почитаются на Рязанской земле. По преданию, святые благоверные князья Борис и Глеб были родными братьями и младшими сыновьями князя Владимира, крестившего Русь. Они с детства любили церковные благочестия, за что отец особенно к ним благоволил. Борис получил в управлении ростовское княжество, а Глеб – муромское. Оба в своих уделах распространяли христианство. В 1015 году, после смерти отца, старший сын святополка Каянный, не пожелав делить наследство со своими братьями, убил их. Через четыре года Ярослав Мудрый нашел тела мучеников. При открытии святых мощей произошло множество чудес и исцелений, которые продолжаются и в настоящее время. Мы особо молим, просим, чтобы они обратили на нас свой взор и помогли нас, наследники Царства Небесного Бытия. Мы, те, кто благодаря вере Христовой продолжаем нести ее в вере Христовой, которую принял их отец, благоверный великий князь Владимир, и ради которой они были воспитаны и отдали фактически себя на смерть. Они указывали нам, живущим ныне, дорогу к служению Отечеству, земле нашей и дорогу к Царству Небесному. И этот престольный праздник всем желаю милости Божьей, крепости и сил. Князья Борис и Глеб – первые страстотерпцы на Руси, повторившие подвиг Спасителя, добровольно и скрутостью принявший на себя мученический венец. Жизнь святых страстотерпцев была принесена в жертву основному христианскому доброделанию – любви. Святые братья сделали то, что было еще ново и непонятно для языческой Руси, привыкшей к кровной мести. Глубоко скорбя, они предпочти смерть, нежели войну с братом. Святые мученики Борис и Глеб показали, что за зло нельзя воздавать злом, даже под угрозой смерти. Они отошли ко Господу ради соблюдения послушания, на котором зиждется вся духовная жизнь человека. В чем различие между мучеником и благоверными князьями? Страстотерпцы, так называем мы их. Ведь страстотерпчество заключает в собой не отречение от Бога, а принятую тяжелую смерть. Мученичество заключает в себе, что мы испытаемые мучителями, нам испытывают нашу веру и заставляют нас отречься. Вот в этом случае благоверные князья поступили прохристианские со смирением, с молитвою и упованием на Бога, не осуждали брата своего, искавшего души погубить, а приняли эту кончину со смирением. Борис и Глеб достигли Царства Небесного, не приступив к христовых заветам смирения. Они не цеплялись за жизнь, а молились о спасении своих обидчиков. Их образ на иконах известен каждому православному, и для каждого он важен и дорог, особенно для жителей нашего старинного и славного города, небесными покровителями которого, в сонме многих замечательных святых, являются как раз братья Борис и Глеб. В церковном календаре немало праздников, но для каждого храма в их череде есть особый, когда празднуется день святого или церковного события, которому этот храм посвящен. Так, по традиции, которая существует на приходе Бориса Глебского собора, по окончании литургии был совершен крестный ход. Останавливаясь у каждой из четырех сторон храма, священники обильно крапили святой водой молящихся под радостные пасхальные возгласы «Христос воскресе!». По окончании крестного хода ключарь Бориса Глебского кафедрального собора священник Владимир Васильев от лица всех прихожан поблагодарил митрополита Рязанского и Михайловского Вениамина за совместную молитву и преподнес владыке памятный дар. «Торжества есть тогда, когда есть братское служение, когда нас много, когда мы всем возносим молитву Господу нашему Иисусу Христу. И архиерейское служение, архиерейское богослужение, в частности, оно особое, оно торжественное, оно праздничное, поэтому, Владыка, вы сегодня возглавили, это как воистину свет крестов, который просвещать должен всех людей, которые находятся сегодня в храме. Владыка, позвольте внести нашу скромную лепту от нашего кафедрального собора древнейшего собора. Вы, Владыка, часто служите, вот эти вот золотые орлицы для вашего архиерейского богослужения. Как я вот недавно прочитал в одной очень красивой проповеди, пишут старцы русские, что одноглавый орел – это символ независимой русской церкви. Независимость в том, что мы получили свой статус, у нас был патриарх, был митрополит изначально, вот эта вот независимость, она, конечно же, целостность и есть, и есть архиерейская целостность, когда архиерей управляет всей паспою, всей кафедрой своей, под Владыком желаем крепости, силы, духа, и пусть этот архиерейский необходимый атрибут будет вам тоже напоминание нашей за вас, Владыка, молитвой. Храня вас, Владыка, Господи. Торжества в честь святых благоверных князей Бориса и Глеба продолжились у стен кафедрального собора, где прошел концерт известного автора-исполнителя православных песен, музыки и поэзий Валерия Малышева. В его репертуаре есть композиция, которая посвящена святым братьям с трастотерпцем. Исполнитель с радостью поделился ею с прихожанами. И не чуя беды, крепко рыцари спят, но не спит благоверный белгуси, с удивлением очи чухонца следят, как светает над страждущей Русью. Брат Глеб, вели грести, отчизна погибает, на помощь нас зовет измученный народ. Спеши же, князь, спеши, страна изнемогает, и гонится врага, родные гибы в нем. На этом я завершаю нашу программу. С вами была Елена Цыганова и программа «Метрополия». Благодарю, что были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания, уважаемые телезрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Кулакова